Привет всем! Это Сабрина из Russian Homestead Girl и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы будем говорить о еде и точно о том, о чем я скучаю из Австралии и также о чем я полубила здесь в России. Поехали! Кухня очень важная часть культуры. У нас здесь есть наша любимая еда. И интересно смотреть, как разные культуры отличаются, когда касаются еди. Сегодня я хотела чуть-чуть говорить о австралийской еде и русской еде. По-моему, как это касается мне. Но сначала давайте начнем с австралийской еди. Первое австралийское блюдо, это на самом деле называется рыба и картофельный фри. Оно довольно скромное, но очень-очень вкусное и очень популярное. У меня очень много детских вспоминаний, связанных с ним, и мы часто его заказали и ели, когда мы были на пикник. Если вы около моря, там всегда будут рестораны, которые продают это блюдо. Ну, есть даже специальные рестораны, которые продают только морепродукты и это блюдо. Второе блюдо, это даже не блюдо, это просто мясные пироги. И они обычно в Австралии, они прослужатся как обед. У нас очень много разных вариантов, есть просто мясо, есть мясо с грибами, иногда даже есть бекон и яйца и очень много вариантов, но они очень популярны. И еще одна популярная еда, связанная с картофелами, это чипсы. Ну, конечно, в России тоже есть чипсы, но в Австралии есть некоторые ароматы не в России. Ну, если честно, один раз я видела в России, но очень-очень редко. И один называется соль с уксусом. Это, ну, как полагается, это соль с уксусом. Очень-очень вкусно. И, да, здесь трудно достать. Кофе. Кофе, кофе, кофе. В Австралии у нас очень-очень сильная культура кофе. В Австралии кофе это почти искусство. И на самом деле есть очень много профессионалов, которые только делают кофе. Очень модно, очень популярно пить кофе хотя бы один раз в день или больше. Есть очень много людей, которые пьют очень много кофе. И когда касается кофе, в кофе очень, когда ты хочешь купить кофе в кофе, там очень много разных вариантов. Не просто латте, капачино или что-то похожее, американо. Но там есть вена, там есть макиято, там есть афегато. Это очень-очень много вариантов. Ну, каждый кофе будет продать, ну, наверное, более 10, более 10 вариантов. И связано с кофе. Есть тоже, это холодный кофе. Как видно в картинках, она очень красивая. Она очень красивая. И там обычно есть питье сливки. И можно заказать с салдом или без. Не только в кофе можно купить, но также в картонках. Очень вкусно и очень-очень популярно. Пока мы говорим о напитках, я уже снимала ролик о имбирном пиве, где я делаю дома. Но оно очень популярно в Австралии, продаются везде. Её главные ноты или вкусы это имбирь, лимон и либо сахар, либо мёд. И оно очень вкусно, очень-очень освежает. В России вместо имбирного пива у вас есть кавас. И кавас очень-очень вкусно. Мы очень любим кавас. Мы узнали о кавас только когда мы переехали сюда, в Россию. Да, в нашей семье мы очень любим кавас. И кавас это же русский напиток. И с этой давайте переходим в русскую еду. Шашлик. Да, мы очень-очень любим шашлик. И можно готовить везде, как мы любим шашлик. Он как вкус лета. И так много хороших вспоминаний, связанных с шашликом летом, когда мы устроим пикник или просто во дворе. Очень-очень вкусный. Второе русское блудо, о котором мы знали в России, это шаурма. И, как вы знаете, она продаётся везде. Очень вкусная, очень свежая. Но просто быть осторожным, чтобы она была качественная. Первое русское блудо, о котором я узнала, это плов. Ну, да, возможно, можно спорить. Это русское блюдо, это избекское. Как хотите. Но оно, правда, очень-очень вкусное. И у нас есть хорошие друзья, которые сам готовят. И они готовят самый-самый, самый-самый вкусный плов, который я пробовала. Блини. Я очень-очень люблю блини. Конечно, возможно, найти блини не только в России. Также, ну, почти везде они есть. Но они очень-очень русские. И они очень вкусные. Они как-то вкус дома. И так много вариантов. Насчёт начинки. Насчёт, как они сделаны. Очень вкусные. И я их очень люблю. Насчёт напитки, русские напитки. В России, правда, любят чай. И это, понятно, это целое искусство здесь, в России. И для меня это очень интересно. В Австралии, конечно, они, ну, пьют чай. Но обычно чай просто... Ну, это не искусство, это точно. Обычно чай в Австралии пьют... Это чёрный чай. Либо с молоком, либо без, с сахаром, либо без. И если вы хотите, можно салонный чай, если вы хотите быть здоровым. Но это точно не искусство, как здесь. И, ну, здесь целая чайная культура. И мне нравится видеть, как когда ты в русском квартире, и ты открываешь шкаф в кухне, там всегда будет очень много разных видов чая. И это очень, очень классно. Ну, это всё на сегодня. Возможно, этот ролик, ну, чуть-чуть отличается от моего обычного стиля. Но я надеюсь, что вам понравилось. Если да, пожалуйста, ставьте лайк, напишите комментарий вниз. И до следующего раза на моего канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok